Добрый день, Леонид Яковлевич. Как по-вашему, что побудило Никиту Михалкова поднять вопросы московского метро, брошенных российских студентов США, дистанционного обучения, высказываний Матвиенко и Грефа и так далее в своем последнем выпуске Бесогон? Далее, почему его передачу сняли с эфира, и не является ли это кремлевской игрой, дабы отвлечь внимание от более острых проблем страны? Вот такой длинный вопрос, Леонид Яковлевич, если возможно дать комментарий. Я попробую. Они сделали очень интересно. Он говорит, что его сняли с эфира, а на самом деле его не снимали с эфира, и не будут отказываться от его программы, и просто повторы его программ поставили не на то время, которое он хотел. Собственно, ничего другого там не случилось. Они поставили повторы на менее рейтинговые часы. Почему они это сделали? Я думаю, что Никита Сергеевич вызывает у очень многих людей, в том числе в эстаблишменте и среди начальства, вызывает дикое раздражение. Он просто всех достал. Его ощущение собственного величия. Кто-то сказал, что он в условиях изоляции отломал от домашней пальмы, от комнатной пальмы ветку и вручил ее сам себе. Вот он совершенно уже куда-то так уехал несколько. И это раздражает очень многих людей. Ну, а когда он стал говорить про число 666, про число зверя в патенте Билла Гейтса, ну, это уже, понимаете, человек уезжает куда-то совсем далеко от реальной жизни. И это, конечно, раздражает нормальных менеджеров, какими бы там негодяем они ни были, понимаете, там где-нибудь на телевидении. Просто раздражает неадекватность человека. Ну, вот к чему он в это все влез? Значит, ну, я вижу две причины. Во-первых, я думаю, что в том мироощущении, в котором живет Никита Сергеевич Михалков, идея злобного Билла Гейтса, который хочет всех поставить на учет и всеми управлять там и так далее, то есть идея вполне, понимаете, просто эта модификация старой идеи про жидомасонский заговор или про мировое правительство, или про ЦРУ, план Далеса там, ну и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что эта идея ему действительно близка. Просто по-человечески она ему близка. Вот. Он так видит мир, понимаете. И он, как, так сказать, человек, привыкший высказывать вообще свое видение мира и делиться им с холопами, он это и делает, да. Есть еще одно обстоятельство. Вы знаете, дело в том, что нельзя отказать Никиту Сергеевичу Михалкову в большом политическом чутье. Никита Сергеевич, обратите внимание, со всеми властями был вполне дружен. И с Ельцином он был дружен, и с Путиным он дружен. Ну, со всеми. Ну, как-то хорошо это получается, да. То ли прям, то ли папа научил, то ли сам такой талантливый, я уж не знаю, да. Папа все-таки три гимна написал, знаете. Трем властям это вообще дорогого стоит. Ну, и вы знаете, да. И кроме того, Никита Сергеевич человек, ну, мягко говоря, не смелый. А если более четко, то, по-моему, трус. Ну, мне так кажется, да. Вот прям мой личный опыт говорит о том, что он трус. А, да. Вы, конечно, можете отказаться. Но нет, я не трус. Я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли. И я не исключаю того, что он почувствовал, что корабль-то тонет. А значит, надо спрыгиваться. А значит, надо стать оппозиционером. А значит, надо с ними как-то поссориться, чтобы потом говорить. Вот, я им всегда говорил. А они меня цензуре подвергали. И так далее. То есть, он намеренно пошел на обострение. Думаю. Я так, я бы этого не исключал. Сочетание политического чутя, безусловно, очень хорошего и трусости, могло бы к этому его подвести. Он это почувствовал и решил, что ему надо быть оппозиционером. Что это безопаснее. Что надо пересидеть какое-то время в такой мягкой оппозиции. Понятно, что никто его не тронет. А потом новая власть. И он будет так же любить новую власть, как он любил Путин. А версия, что это все сделано для того, чтобы власти делали это для того, чтобы отвлечь нас от других проблем. Ну, знаете, мне кажется, что это слишком сложно. Вот это слишком сложный какой-то ход такой. Ну, они, ребята, такие простые, понимается. И реагируют просто. Стимул, реакция, стимул, реакция. Олег, я хочу. Вы упомянули о том, что у него недостаточно смелости. Это как-то вы сделали этот вывод из какого-то вашего опыта? Да. Вы знаете, во-первых, есть вещь, которая всем видна была. Значит, однажды на какое-то там мероприятие какой-то человек в него то ли плюнул, то ли кинул чем-то, то ли что-то, что-то вот было какое-то такое оскорбление, действие нанесено. Охрана Никита Сергеевича, я не знаю, может, у нас каждый режиссер сходит с охраной. Значит, он ходит с охраной. Значит, охрана Никита Сергеевича схватила этого мужика, значит, за руки, за ноги держит. А Никита Сергеевич его стал бить ногами. Что было заснято на пленке, и желающие могут на это посмотреть. В интернете это замечательный сценарь, безусловно, есть. Мне кажется, что так себя ведут трусы и негодяи. Таким образом. Если бы он в ответ дал ему морду, тому, кто оскорбил его, то нормально. Если бы он подал на него в суд, то тоже нормально. Если бы он сказал, что я вообще скажу, на каждого дурака внимания буду обращать, то тоже нормально. Но вот бить его ногами, когда его держат, беспомощно держат охранники, это, по-моему, перебор. А у меня был личный с ним опыт. Дело в том, что с Никитом Сергеевичем мы сталкивались, мы с ним вообще знакомы. Мы два раза были на программе «Поединок» у Соловьева. И, в общем, это было бурно и интересно, мне кажется. И мне кажется, что, по крайней мере, один раз я совершенно точно выиграл. Не по очкам этим, которые они там считают. Это забудьте сразу. Но вот по духу. Ну и звонили мне разные люди. Ну вот. И он меня периодически упоминает в своей программе «Без огонь». Я для него одна из таких символических фигур. И однажды он посвятил мне чуть ли не целую программу. Давал ему синхрон, там что-то объяснил, какой я негодяй и так далее. Я ему написал. Уважаемый Горюн Никита Сергеевич, значит, вот вы тут мне оказали честь про меня говорить, да? Так давайте говорить не заочно, давайте говорить лицом к лицу. Давайте найдем эфир удобный для вас, а для меня. И поговорим вообще по-человечески. Мы же с вами уже разговаривали. Сказал ему, чтобы он не боялся, что так грубо говорить о нем, как он говорил обо мне, я не буду. Я считаю это унизительно. Неправильно. Ну и закончил я, надо сказать, конечно, такой обидными словами. Я сказал, что вот когда я в школе учился, то у нас считалось позорным, вот если тебе говорят, а давай выйдем, да, не выйти. Не все выходили. Конечно, кто из нас совершенен. Ну, если ты не вышел, значит, ты понимаешь, что ты, в общем, ты плохо поступил, не как мужик, да? Вот. Ну, я ему говорю, что вот у нас это считалось позором, но я что, я простой человек, я разночинец, простолюдин, а как там у вас потомков боярских родов, я же не знаю. Так вы будете смеяться, он мне не ответствует. Может быть, неверный адрес с почты указан был? Вы уверены, что дошло письмо? Абсолютно, да. Абсолютно уверен. Во-первых, точно знаю, что дошло, точно знаю, что вручили. Вот. А кроме того, я его разместил на его же программе, на комментариях к его же Бесогону. Вот. И оно там довольно долго висело. Вот. То есть, нет, я точно знаю, что дошло, и я точно знаю, что он отпраздновал трусы. Вот, я точно знаю. Поэтому я так, как-то, так сказать, уважать его стал несколько меньше после этой истории. Я был с огромным удовольствием с ним обсудил, но в прямом эфире. Ну, или там под запись тех, кому можно доверять, что они не будут исправлять. Я бы с ним с удовольствием обсудил вот эти проблемы развития нашей страны. Куда мы идем? Зачем мы идем? И так далее. Никита Сергеевич, безусловно, один из наиболее ярких представителей такого консервативного, консервативно-охранительного движения. Я не хочу говорить патриотического, потому что в слове патриот ничего плохого. Всякая сволочь от слова испортила. Но вот именно консервативно-охранительного такого. Это его идея. Это люди, которые хотят вернуться в прошлое. Причем в прошлое такое дикое. С самовластью. С отсутствием абсолютно. С самовластью. Неограниченная власть начальства. Причем любого начальства. Понимаете? Отца в семье. И поэтому они против законов о семейном насилии. Хозяина на предприятии. Они против настоящих союзов царя, президента в стране. И поэтому они превращают в фикции все институты. Суды, парламент, прессу и так далее. Вот он один из наиболее ярких представителей этого направления. И они, конечно, трусы. Они боятся прямых столкновений с нами. Они боятся этого. Но посмотрите. Они перестали звать на телевизор, на свои шабаши. Они перестали звать вообще оппонентов. Они зовут клоунов. Клоунов, которые под них ложатся. Или они любят еще звать иностранцев. Такой есть прием. Они зовут иностранцев, которые хорошо говорят по-русски, конечно. Ну, говорят по-русски. Но, понимаете, ну, вы, наверное, если владеете каким-либо иностранным языком, вы это знаете, да? Когда идет быстрая речь, когда говорят много народу сразу, вы не успеваете отреагировать, да? В общем, они зовут намеренно, заведомо слабых противников. Они боятся равного разговора. Чтобы выглядеть выгодно, соответственно. Да. Они боятся. Они трусы. Это касается, конечно, не только Никита Сергеевича Михалкова. Это касается всей этой системы. А трусы, они не только по жизни трусы. Но и потому, что они понимают, что защищают они дело абсолютно безнадежное. Ну, кстати говоря, сам Никита Сергеевич как раз может этого и не понимать. Ну, в силу вот его того, что он давно живет в такой башне, ему только хвалят там и прочее. Ну, в силу возраста, может быть. Но всякие вот эти вот ребята, которые на федеральных каналах нам лапшу вешут на уши, они-то понимают, что они защищают абсолютно неправое дело. Абсолютно неправое дело. И поэтому они всегда прячутся от любого прямого контакта. Ну, как спряталась Мария Владимировна Захарова, которая там сейчас сгоряча сказала, там не бывает. Ну, как они все прячутся. И я думаю, что Никита Сергеевич не согласится ни при какой погоде встречаться со мной. Ну, или с кем-либо с нашего лагеря. Вот так вот, один на один и не с секундантом, который на самом деле играет на его стороне, а с нормальным, нейтральным человеком и так далее. Оставляете ли вы шанс Никите Сергеевичу и людям, представителям их лагеря, на то, чтобы измениться? Может, он поменялся внутренне уже? Ну, про него я, честно говоря, не верю. Хотя никогда нельзя отказывать человеку в праве на рост, на прозрение, на раскаяние, если хотите, на пересмотр своей жизни. Вот никогда нельзя отказывать. И бывают очень большие в этом смысле неожиданности. Не помню, может быть, даже в вашем эфире мы это вспоминали, когда был расстрел в Новочеркасске. Там генералу одному приказали танки использовать против людей. И генерал, по-моему, герой Советского Союза, то есть человек, который сделал карьеру, ну, а генералам не становились просто храбрые и успешные военно-начальники. Генералам надо было так, знаете, вот между струйками-то идти, это всегда так. Генерал – это не звание, это счастье, как говорят сами военные. Что-то в этом духе. И вот этот генерал вдруг сказал, а я не вижу противника для танковой атаки. И отказался выполнять этот преступный приказ. Понимаете, никто от него этого не ждал, а он это сделал. В честь ему и хвала. Причем он ведь, когда это делал, он не знал, его просто в отставку отправят или посадят. Его просто в отставку отправили. Любые варианты были возможны. А могли посадить, могли убить, вообще все, что угодно могли сделать. Понимаете, я к тому, что жизнь этого человека, ну, она не позволяла предполагать, что он вот так поступит. А он поступил. Понимаете, поэтому я как-то думаю, что среди, знаете, вот среди вот того лагеря есть люди, ну, очевидно купленные. Ну, очевидно купленные, да. А есть люди, действительно верящие в это. Они есть. С ними надо разговаривать. Потому что, понимаете, вот, ну, закончится этот морок, да, я имею в виду не пандемию, а путинское правление, да. Рано или поздно закончится. И если не будет мировой войны, ну, или там тяжелой гражданской, не дай бог, то в Казахстане мы выйдем на нормальную какую-то жизнь. Но в этой нормальной жизни обязательно останутся в стране люди таких взглядов, вот как мы с вами, да. Люди, ну, те, кого называют либералами, да, останутся левые. Конечно, останутся. Куда они денутся? Они везде есть. Останутся националисты. Потому что националисты тоже везде есть, на самом деле, да. Вот такие важнейшие идеологические течения, ну, в разных окантовках с разными названиями. Но они, конечно, останутся, да. И нам всем надо жить вместе, понимаете? Нам всем надо жить вместе. Нам надо не в горло к другому вцепляться, а иметь фракции в парламенте, которые будут как-то договариваться, понимаете? И нам надо разговаривать. Потому что я думаю, что есть очень много вещей, которые общие для нас. Ну, для тех, кто действительно верит во что-то, понимаете? Когда человек говорит сегодня одно, завтра другое, получает утром распоряжение, сказать надо это и так далее. Ну, с ним чего говорится? Он вообще не человек, да. А вот если человек действительно верит во что-то, то с ним можно разговаривать, с ним нужно разговаривать. И не нужно переоценивать значимость идеологических различий. Опять же, не помню, не говорили мы с вами в этом в прошлый раз. Вот когда вы в метро придерживаете дверь, чтобы не трахнуло пол, будто кто идет сзади вас, вы не спрашиваете, чей крыль. Вы не спрашиваете. Вы просто дверь придерживаете. Потому что это просто человек. Если у вас сломалась машина, и вы на дороге голосуете, просите помощи, и человек останавливается и помогает. Он не спрашивает вас, как вы относитесь к Путину, как вы относитесь к Трампу и так далее. Он просто вам помогает. Потому что вы люди. Потому что вы люди, прежде всего. Это не такая часть нашей жизни. Иногда она становится очень значимой в момент политических потрясений, выборов, войн, революции. Это становится очень значимым. Но в нормальной жизни это лишь небольшая часть нашего существования. Понимаете? И, конечно, про эту небольшую часть с людьми, действительно верящими в другие идеи, надо разговаривать обязательно. И может выясниться, что, да, нас многое разделяет, но многое объединяет. Я говорил с некоторыми левыми людьми, с националистическими людьми. Ну, смотрите, с настоящими, не с клоунами, которые там в телевизоре, а с настоящими. И, допустим, требование свободных выборов, общее для нас. Свободные, транспарентные, прозрачные, честные и так далее. Этого требуют левые, этого требуют националисты, этого требуем мы. То есть, это наша общая задача, чтобы были настоящие выборы. И, естественно, наша общая задача в том, чтобы, и с этим тоже сейчас соглашаемся, сделать так, чтобы победившая группировка не смогла отменить следующий выбор. То есть, вот какие-то гарантии на будущее. Это тоже наша общая задача. Свободная пресса тоже сейчас наша общая задача. Понимаете? Оказывается. Ну, не у тех, которые на государство работают, а у тех, кто идею действительно защищает. Поэтому у нас много общего, на самом деле. И я уверен, что вообще-то говоря, мы можем договориться. И это нужно делать. Может, и договоримся когда-нибудь. Ну, что нам вообще убивать друг друга? Спасибо вам огромное, Леонид Яковлевич. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok